Польша и Германия оценили южноуральскую горчицу. Масличную культуру второй год выращивают на полях Чебаркульского района. Аграрии уже преодолели экватор, посевное, несмотря на проливные дожди. Как фермеры работают в непогоду и что общего между посевным комплексом и Юлием Цезарем? Полина Кирсанова расскажет. Ну или три раза ездить нужно обработать, как раньше делали, проборонить, а потом только посеять. А канадский агрегат словно Юлий Цезарь делает все и сразу. Обрабатывает почву, добавляет удобрения и засевает поле. Трактористу Сергею Суханову нужно только вовремя подсыпать зерно и следить за умной техникой с помощью мониторов. Его включаю, вот эту кнопочку. Он едет сам, его ведет спутник. За баранку тракторист Сергей берется лишь на разворотах и направляет посевной комплекс на новую полосу. С такой машиной поля засеваются быстрее и эффективнее. Южноурайские аграрии уже преодолели экватор посевной. Посеяли горух и рапс. Сейчас время пшеницы. Второй год поля от фермерского хозяйства в Чебаргульском районе выращивают белую горчицу. Масличную культуру поставляют за рубеж. Страны Европы ценят южноурайский продукт за качество. Продавали в Польшу, а поляки уже готовили. Часть отправляли в Голландию на засолку она идет, а остальную часть отправляют в Германию для приправ там. Рапс-чебаргульские фермеры продают в Калининград. Пшеницу отправляют по России, а горох разбирают южноурайские птицеводы. Посевная идет, несмотря на дождливую неделю. Фермеры ждут потепления. С учетом того, что мы ожидаем потепления в районе 22 мая, я думаю, что темпы восстановим. Порядка 70 тысяч гектаров в сутки. И таким образом, к 1 июня мы планируем, что 90% посевной площади будет засеяно. Осенью с южноурайских полей аграрий планируют собрать почти 2 миллиона тонн зерна, 150 тысяч тонн масличных культур и почти 100 тысяч тонн овощей. Также ежегодно фермеры получают поддержку от области. Собсидии на покупку техники, семян и топлива. Областной бюджет запланировал найти цели почти 2 миллиарда рублей. Еще два добавит федеральный. Полина Кирсанова, Антон Захаревич, ОТВ.